Было слово «надо». Всё, других слов не было. Было слово «надо». Максим Абдулаев, ветеран боевых действий, коротко и чётко даёт ответ на, казалось бы, риторический вопрос, почему солдат идёт на риск. Во время масштабного урока мужества и чести, который прошёл в Балакове впервые при поддержке компании «Фусагра», Российского союза ветеранов и администрации БМР, тема подвига всего советского народа и отдельных героев поднималась не единожды. Короткое слово, я вам скажу, надо любить Родину, надо быть смелым, ответственным человеком и сделать то, что нужно именно в этот момент. Урок мужества и чести был посвящён подвигу нашего земляка, лётчика Дмитрия Тарасова. На шестой день войны уроженец села Большой Кушум совершил таран танковой колонны. Он стал одним из 17 блаковцев, которым было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Дмитрия Тарасова известно многим балаковцам. Ему посвящаются спортивные состязания, например, проводимый с 80-х годов турнир по греко-римской борьбе. С этого года Балаковская гимназия номер один будет носить имя Дмитрия Тарасова, отдавшего свою жизнь ради общей победы над фашизмом. Наши солдаты, ваши деды погибали для того, чтобы сохранить мир, чтобы покончить с войной. Это они совершили невероятный подвиг. Это они бросались под вражеские танки с гранатами, подрывали их. Это они закрывали амбразуры, таранили самолеты. Их никто этом не учил. Их воспитывали любить и защищать Родину. Урок мужества условно можно было разделить на две части. Сначала церемония награждения. Десять ветеранов, которые детьми пережили блокаду, остались сиротами или трудились в тылу, получили из рук заместителя председателя Российского совета ветеранов генерал-майора Владимира Романенко ордена доблести. Памятными знаками за укрепление содружества наградили пятерых участников боевых действий в Афганистане и Чечне. А лучшие ученики школ, фосагроклассов, колледжей и техникумов города, юнормейцы и воспитанники организации «Дрост Балакова» получили памятные знаки «Юный защитник Отечества». Я получил за то, что наша команда два раза победила. На основном соревновании «Сорница» военно-патриотическом. Также я неплохо проявляю себя на линкадах и занимаюсь спортом. Этот знак для меня очень важен. Он почетный. Я очень рада, что мне его дали. Я тоже занимаюсь спортом. Также у меня есть успехи в учебе. Когда вручали, я лично вручал им памятные медали, чувствовал, что ребята крайне волновались. Но самое приятное – это когда Феонов запел «День Победы», и ребята из быков от рога, самые маленькие, стояли и ее подпевали. «Это День Победы», «День Победы», «День Победы». Но самой яркой частью урока стал концерт на главной сцене Дворца культуры. Через песни и воспоминания, стихи и кадры из кинофильмов ребятам рассказывали о Великой Отечественной войне, о ее героях. Со сцены звучали известные композиции в исполнении любимых артистов – певицы Инны Разумихиной, заслуженного артиста России Бориса Галкина, народной артистки России Ольги Остраумовой, которая известна многим по фильму «О зоре здесь тихие». Мне очень нравится, что эти уроки «Мужество и честь» посвящены в каждом городе какому-то одному событию из военных лет. Для меня День Победы самый, пожалуй, удивительный день, самый значимый, хотя я родилась после войны. Мне говорят, ну вы в фильме играли, но, знаете, играть – это не быть на войне. Здесь, конечно, очень важно, чтобы не было ложного пафоса. Понимаете, нужно поправить как-то. Это очень важно, потому что детство в этом отношении, оно очень чуткое. И когда там мы немножко преувеличиваем нечто, дети это всегда чувствуют. Вот здесь нужно быть очень осторожным. Но сегодня, например, я вглядывался в глаза молодых ребят, ну совершенно там юных вообще. Они заинтересованы, они искренне принимаются, чувствуются, переживают, очень внимательно. Зал в тишине в такой. Это редкость бывает. Зрители овациями приветствовали выступление ансамбля «Песни и пляски военно-космических сил». А виртуозное исполнение песен военных лет баянистом Дмитрием Хромковым и вовсе взорвало зал. Катюшу и Смуглянку хором пели и взрослые, и дети. Подобные уроки мужества и чести, посвященные 75-летию Великой Победы, в ближайшее время пройдут и в других городах присутствия компаний «Фосагра» Кировске и Череповце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова